Нас запропагандировали советские вольтфильмы. Вот тогда я пойду, типа, и при параде, значит, раскрою дверь, ногой из шкафа. Повышаю градусы каминг-аутов, и сейчас вообще никаких вопросов про не гетеросексуальность. Меня это волнует, потому что я бисексуалка. Я не знаю, как бы сложилась моя жизнь, если бы у меня был такой мультфильм в детстве. Всем привет! Это подкаст «Квиркультуру» кинофестиваля «Бокобок». Меня зовут Саша, и этот выпуск на тему, которую нам предложили вы. Вместе с небинарной инициативой «Снег» мы говорим о небинарности, о том, что это такое, как ощущается, как делать каминг-ауты близким, в каких фильмах и сериалах есть небинарные герои и героини и о многом другом. Для начала предлагаю познакомиться со всеми участниками и участницами нашего эфира. Всем привет! Меня зовут Слава. Я сейчас использую такое имя, местоимение «Он-Они». Чаще использую «Он», но стремлюсь к «Они» тоже. Мне 30 лет, я из России, сейчас нахожусь в другой стране. Про осознание небинарности самим термином я познакомился в 2015 году, и когда его увидел в интернете, прочитал определение, понял, что оно очень точно и чётко ко мне подходит. Так, если как-то вот складывать в историю какие-то эпизоды из подросткового возраста, в историю осознавания, то как раз где-то в пубертатном периоде начали появляться вопросы про свою ориентацию, про свою идентичность. И тогда я использовал по отношению к тебе слово «андрогин», «андрогинность». Ну, тогда оно как будто было более распространено в русскоязычном интернете. Меня зовут Фанечка, моё местоимение «Он-Она». Что касается моей идентичности, то я довольно молодая небинарочка, в том плане, что мне 24 года, и я идентифицирую себя как небинарный человек всего года полтора. Я до этого знал, что существуют небинарные виды примерно с 2016 года. У меня были такие знакомые, у меня были вопросы. Я идентифицирую себя как деми-бой, что значит, что моя какая-то мускулиная часть всё-таки является доминирующей, но при этом есть другая. Как бы я никогда не чувствовала себя полностью мужчиной. Не муж, но мальчик. Хотелось бы ещё кошка-мальчик, но на кошачьи уши зарплат пока не хватает. Меня зовут Над. На данный момент я представляюсь ещё иногда как Натаниэль, потому что некоторым людям сложно удержать в голове форму имени такую короткую. Мои местоимения «Он-Они-Она». Я предпочитаю чередовать местоимения, говоря о себе. И когда это делают другие, обращаясь ко мне, я идентифицируюсь как небинарный транс-человек. Более конкретно иногда говорю о себе как о гендерфлюидной персоне. Для меня внутри моей идентичности важно, что это подвижная вещь. И что говоря о себе, я могу отражать те изменения, которые постоянно, но значительно случаются со мной. Я для себя этот вопрос решили таким образом, что для меня действительно важна подвижность моей гендерной идентичности, в моём случае ещё и моей сексуальной идентичности. И, в общем, небинарные ярлыки — это то, что дало мне большой комфорт в отношениях с собой, в описании того, что со мной действительно происходит. Меня зовут Ева Лилит. Какие-то сокращённые версии имени допустимы только очень-очень близким людям, поэтому если мы с вами сексом не занимались или, по крайней мере, не имели очень-очень близкую дружбу, то лучше не надо. Я всё ещё нахожусь в поиске максимально комфортных для меня местоимений. В принципе, я использую и он, и она, и они. Но в последнее время больше как-то склоняюсь к местоимениям «они», она, да, с чередованием. В любом случае, я чередую гендерное окончание и местоимение относительно себя. Мне комфортно, когда люди делают так же. Если человек выбирает какое-то одно любимое местоимение и только так ко мне обращается, то у меня есть ощущение какого-то стирания и невидимости меня за какими-то проекциями человека. Соответственно, у меня достаточно интересная история и прихода в активизм, и каких-то осознаний своей идентичности. Интересная в том плане, что я как раз тот случай, когда человек в активизм пришёл гораздо раньше, чем что-то о себе осознал, да, сделал какие-то выводы. В частности, в ЛГБТК-активизме и транс-активизме я уже порядка лет шести-семи. Но какой-то камин-аут как небинарного человека, в том числе самому себе, я сделал, мне кажется, год и два отсела назад. Для меня какое-то осознание идентичности гендерной происходило дольше, чем осознание сексуальной идентичности. С сексуальной идентичности как бы всё при себя узнали с детства, и у меня как будто бы не было с этим особо никогда никакого конфликта. Но что касается гендерной идентичности, то поскольку фемоактивизмом я занимаюсь ещё больше лет, чем ЛГБТК-активизмом, то у меня были достаточно сложные такие моменты в духе, когда посреди ночи я встаю и задаю себе сама вопрос, а ты точно, может быть, это не отрефлектированная мезогиния, может быть, что-то не так, почему ты хочешь отделиться от женщин? Ты точно не считаешь себя женщиной? Подумай над этим. И мне кажется, что люди, которые себя позиционируют как трансэксклюзивные феминистки, они, наверное, не очень хорошо представляют, как происходят эти процессы внутри человека, потому что нет ни одного вопроса, который они мне могли бы задать, который я себе до этого не задавала, и всё равно не отвечала на него определённым образом. К тому же, на меня как-то было достаточно сложно здесь ещё отдельно отрефлексировать момент, связанный с какими-то детскими элементами воспитания, потому что у меня есть травматичный опыт с тем, что моя мама меня очень коротко стригла определённый период времени в пубертате, да, там, условно, под мальчика, и покупала одежду только как для мальчика, и поэтому для меня какие-то процессы сознания гендерной идентичности ещё проходили через эту травму, типа, что я опять вернулась к этому, я опять, типа, не женщина, и так далее. Я себя идентифицирую как гендер-квирная демигёрл, это значит, что женская часть идентичности — это достаточно большой процент моей идентичности, но при этом там есть что-то также, что вообще не очень просто описать, и как-то гендерировать, и квир как гендер-квир, да, как взгляд на все гендерные системы мне очень близок. Также недавно у меня случилось неожиданное озарение, и я подумала, что, возможно, у меня есть некоторая ксеногендерная часть идентичности, потому что я раньше думала, что когда я говорю, что часть меня — это мальчик-хоббит, это, ну, типа, такая, ну, шутка, вот, но потом я подумала об этом посильнее, подумала, что, наверное, да, все-таки часть меня — это действительно просто мальчик-хоббит. Казалось бы, в последнее время о небинарности стали больше говорить и писать, и все равно с ней связано очень много заблуждений. Например, к сожалению, нередко можно встретить оскорбительные комментарии о том, что небинарность вырастает из мезогении. Поэтому я предложила начать разговор с развенчания этого мифа и, собственно, определения небинарности. Гендерная идентичность, она определяется в том числе через самоощущение человека, и, соответственно, для того, чтобы человеку, там, мне конкретно определять себя небинарным человеком, небинарной персоной, вполне достаточно этого субъективного личного ощущения. И, как бы, причины трансгендерности, причины небинарности, они могут быть абсолютно различными. Это такой открытый вопрос для исследователей и гуманитарных, и, там, не знаю, в биологии и так далее. То есть на него никто не знает ответа. Но в активистской среде достаточно для того, чтобы апеллировать к своим правам. Правам человека — это самоощущение себя как небинарной персоны. Если у мизогинии нет мизогинии, это тоже такой сложный дискуссионный вопрос. И тут можно сказать... Ну, я, в общем, думаю, что у многих людей можно при желании найти какие-то проявления мизогинии и привязать их к какому-то поведению. Как человек с очень большим опытом всяких различных ненависти к себе, могу сказать, что никогда это вообще никаким образом не было связано ни с гендерностью, ни с трансгендерностью. Для кого-то до сих пор с сексуальной ориентацией и более частый случай даже среди довольно прогрессивно настроенных персон будет объясняться какие-то другие проблемы гендерам, тогда как изнутри довольно очевидно, что это параллельная история. При этом сама небинарность. Каким образом я её определяю? Небинарность — это спектр разных гендерных идентичностей, которые выходят за рамки бинарной гендерной системы, в которой присутствует только два инварианта — мужчина или женщина. Таким образом, существуют бинарные транслюди — это люди, чей гендер не совпадает с приписанным при рождении полом, но тем не менее вписываются в эти два варианта — женщина или мужчина. Соответственно, небинарные люди, небинарные персоны — это персоны, самоощущение которых, опыт которых, потребности которых, телесность и чувственность которых не вписываются в эти два варианта. Их спектр достаточно широк. Небинарность — это зонд, под которым мы можем найти достаточно высокую вариативность на самом деле. Но то, что объединяет всех небинарных людей, это то, что они не мужчины и не женщины. По крайней мере, эксклюзивно. Не только мужчина или только женщина. Если начать серьёзно изучать небинарность, то рано или поздно вы зададите себе вопрос, как она связана с агендерностью и трансгендерностью. В интернете я увидел несколько определений. Агендерность показалась мне более какой-то простой, понятной, более подходящей, описывающей мой опыт. И я называла себя именно так. Потом, через несколько лет, небинарность термин стал более популярным. И он мне показался таким объединяющим людей, которые не определяют себя ни мужчинами, ни женщинами. И захотелось определять себя именно так, чтобы как будто несколько уйти от ярлыков. Хотя, конечно, это тоже ярлык. Можно смотреть на эти термины с двух точек зрения. Например, смотреть на небинарный термин, как на зонтичный, то есть объединяющий под собой группу других понятий. Агендерность, бигендерность, квир, демигел, демибой, в общем, все другие небинарные идентичности. Или же можно смотреть на них как на равных, что вот есть термин небинарность, есть термин агендерность. Есть люди, которые говорят, что у меня вообще нет гендера, и я не хочу никакие ярлыки на себе иметь. То есть, в общем, зависит от предпочтения человека. И чаще всего за выбором того или иного термина, какая-то личная история. Вот сначала мне откликалась агендерность, потому что это не было связано с трансгендерными людьми. В то время была более такая суровая трансмедикалистская повестка. То есть, больше было разговоров про то, что трансгендерность – это что-то биологическое, а не не социальное. Поэтому хотелось как-то отделиться. А потом к небинарности стали как-то в целом относиться лучше, термин попопулизировал, более стал популярным. И вот я на него как-то и перешел. Про трансгендерность и небинарность я просто хотела сказать, что я, например, ощущаю себя как небинарный человек, но не как трансгендерный человек. При том, что и то, и то зонтичные термины, и многие небинарные люди ощущают себя как трансгендерные люди. Поэтому вот эта связь, она уникальна для каждого человека. Идентичность каждого человека будет валидная, независимо от того, ощущает ли этот небинарный человек себя частью трансгендерного сообщества или нет. Я как раз из тех людей, которые и как-то причисляют себя и к трансгендерным людям, и к небинарным людям. Но вот интересно, что я их не воспринимаю как будто зависящие друг от друга понятия. Я только сейчас действительно понял, что трансгендерность и бинарность включают, а они как-то у меня нераздельно существуют. Но сейчас это, например, актуально и к тому, и к другому термину причислять, потому что это не только про самоощущение, это еще и про ощущение принадлежности какому-то сообществу. Как я бы мог сказать, что я там ощущаю себе часть ЛГБТ-сообщества, тут, наверное, как-то так же. Большую часть времени большинство из нас живет в довольно бинарном мире. Поэтому всю эту информацию может быть непросто воспринимать. А что насчет родителей? Как они, люди из другого поколения, реагировали и реагируют на камингауты небинарных людей? Мне кажется, что для многих персон в сообществе это реальность, что камингаут — это, вообще говоря, какая-то длящаяся вещь, это не событие. У этого существуют событийные точки, когда происходят какие-то разговоры или какие-то публикации в социальных сетях. Но я сталкиваюсь с таким экспириенсом, что камингаут — это нечто постоянное. Во-первых, в твоей жизни всегда будут люди, которые это о тебе не знают, и моменты, когда ты можешь слышать об этом сообщить. А во-вторых, вопрос еще в поиске каких-то нюансов о себе, которые приводят тебя, в общем, к тому, что ты и себе-то постоянно камингаутишься. Ну, то есть у тебя на 10 камингаутов себе где-то там, может быть, 3 камингаута окружающим. Я, честно говоря, плохо себе представляю сценарий, где я могу один раз сообщить, и больше мне ничего не нужно с этим делать. Когда ты, особенно когда ты небинарный человек, тебе просто приходится постоянно объяснять, что это, постоянно отвечать на вопрос, что такое небинарность, постоянно рассказывать о непосредственных нюансах твоего конкретного случая. У меня довольно прогрессивные, либеральные, демократичные и все прочие родители. Я очень благодарна ей жизни за то, что они у меня такие. Но, тем не менее, нет гомофобии в той или иной степени, нет трансфобии. Меня это совершенно не защитило. И это длящийся сейчас долгий процесс, который, в том числе, для меня, ну, проходит травматично. Это какие-то периоды необщения, это игнорирование моей идентичности. Это просто сложный процесс, который они проходят параллельно мне. Вот. И какое-то очередное изменение ролей немного, где родители оказываются в детской позиции, где с ними происходит что-то непонятное, что им не нравится, и они чувствуют, что они ничего не могут с этим сделать. Ну, и мне, как взрослому, приходится их сопровождать, учить, объяснять и поддерживать себя в том, что меня это размазывает и расстраивает уже самостоятельно. Как-то так. Ну, реакция была лучше, чем могла бы быть, но она не позитивная в моём случае. У меня есть возможность продолжать этот разговор, и я трачу довольно много ресурсов на то, чтобы он случался, и какие-то подвижки происходили. Но в случае с родителями, мне кажется, любой каминг-аут при возможности и желании хотя бы потенциальному своего ребёнка понять, это часто такой сценарий, когда у нас 10 шагов вперёд, 9 шагов назад мы поговорили, что-то поняли, приняли, обсудили, потом возвращаемся опять к непониманию, к страхам, к отрицанию, всем стадиям вот этого, собственно, принятия. И там в случае с гендером, я использую слово «агендер», ну, потому что на самом деле это проще объяснить человеку с бинарным мышлением, чем небинарность. На тот момент была смешная реакция. Моей матери и её жениха, они для себя выбрали такую стратегию, которая позволяла им это как-то воспринять, что я просто в своём познании настолько преисполнились, что поняли для себя вот эту истину социальной сконструированности гендера, и поэтому осознали, что на самом деле его нет. И вот я агендер, и это как бы вообще-то ситуация, которая для всех людей реальна, но просто не все на таком уровне просветления. Ну, это было мило в связи с тем, что всё-таки это был шаг навстречу, но, конечно, реальность не совсем таким образом обстоит. Но, с другой стороны, я в их представлении, мне кажется, немного повышаю градусы каминг-аутов, и сейчас вообще никаких вопросов про не гетеросексуальность, абсолютно. Мне, в принципе, не очень нравится концепт каминг-аута как таковой, и я в данном случае имею в виду вот такой принятый условно западностандартный каминг-аут, о котором уже как раз сегодня говорили, говорили, что это так не работает, что это не вот ты один раз выходишь и говоришь всем, что ты такой человек. Как бы это несколько другой процесс. И, соответственно, я лично для себя выбираю стратегию, при которой я просто живу, говорю о себе так, как говорю, встречаюсь, имею отношения с тем, с кем имею, не скрывая этого, но и не собирая условно свою семью там на какой-то торжественный диван, где, я имею в виду родительскую семью, где я рассказываю, что, знаете, а я вот такая, и вот такая, еще и вот такая, и такие, и вот это. И как бы это уже от них дальше зависит, как они к этому относятся, хотят ли они это обсуждать, задают ли они какие-то вопросы. Просто там, когда я начала встречаться там с девушкой, у нас был разговор с моей бабушкой, она была суперпринимающая, но при этом она его инициировала, не я как бы, потому что это не моя дополнительная нагрузка. Вот. Или там, когда я начала встречаться с нынешним своим партнером, небинарным человеком, это еще было до того момента, как я каким-то большим осознанием там о себе пришли, родители спросили меня, а что это, а как это? Я им дала, вот книжка, пожалуйста, почитайте, вот здесь вот расписано, если есть вопросы, задавайте, обращаться так-то и так далее. Вот. Как бы, в принципе, пока, да, там, к счастью, никаких проблем или неприятий не было. У меня, в принципе, да, мне, наверное, тоже в определенной степени повезло, потому что мои родители, несмотря на достаточно какое-то стандартное, квирфобное российское воспитание, смогли даже в достаточно большом возрасте когда-то рефлексировать эти моменты. И сейчас, например, когда принимаются антитранс-законопроекты в России, очень сильно поддерживают меня и сообщество, и много делают для сообщества, кстати. У меня немного другой опыт, потому что камин-аут по небинарности я пока не совершал. Как верно заметил НАТ, это вот такое повышение градуса. Вот. И так как я пока что все еще в гендерном поиске, то есть я определяю себя как деми-боя, но вот это вот второе деми, вторая половинка для меня все еще под вопросом, я решу для себя, что вот когда я, наконец, settle down с какой-то идентичностью, вот тогда я пойду, типа, и при параде, значит, раскрою дверь, ногой из шкафа, скажу мам-пап, я, значит, не только гей, но еще и вот это вот. Но камин-аут, который происходил по поводу моей квирности и моей сексуальной ориентации, был очень смешной, потому что отцу я как-то сказал еще в старшей школе, он развешивал белье на балконе, мы перекидывали словами, и слово за слово, и он такой, ну вот и с этими твоими наклонностями, такая была фраза, на что я ответил, папа, ты реально считаешь меня настолько идиотом, что я, живя в России, выбрал бы жить с такими наклонностями. Он очень стушевался, сказал, что, возможно, эта фаза, возможно, это пройдет, может, нет, я ничего в этом не понимаю, но мы будем любить тебя, принимать тебя таким, какой ты есть. Когда я делал уже официальный камин-аут матери, она заявила, а зачем ты мне об этом рассказываешь? С тех пор мы живем в режиме don't ask, don't tell, но я думаю, что когда в моей жизни наконец появятся какие-то длительные отношения, я смогу познакомить партнеры с родителями. Не знаю, насколько они будут принимающими, но какую-то работу в этом отношении моя мать ведет в плане чтения каких-то книжек о психологии, еще чего-то. Но, слава богу, мне не приходится как над проводить вот эту постоянно объясняющую работу, потому что мы не так часто и не так много с ними общаемся. В основном сейчас это то, что матушка кидает в чат семейные фотографии смешных животных, я ставлю на них лицо с сердечками. Вот такая коммуникация. Тоже отвлекается история про камин-аут как про глагол, и спустя некоторое количество камин-аутов стало понятно, что это не разовая акция, действительно. У меня есть младшая сестра, она принимающая относится и к небинарности, и к негетеросексуальности. Мама в целом тоже, она, может быть, не использует какие-то термины, но относится нормально. Бывают забавные разговоры, когда я о ком-то говорю, и она точняет, а это мальчик, как мальчик, или мальчик, мальчик-девочка, ну, в общем, она пытается как-то понять, о ком я говорю, и это, в общем, забавно. Ну, в целом, она в курсе про разные идентичности, и можно с ней нормально пообщаться, чем-то поделиться, хотя я не посвящаю ее в какие-то, да, там, изменения ярлыков, и скорее расскажу о каких-то событиях, которые там значимы в моей жизни. Вот. Перед отцом я тоже несколько раз совершал камин-аут, был очень такой драматичный, прям киношный момент, когда мы с ним сидели в пиццерии Ерепицу, и что-то я там начала рассказывать про ЛГБТ в Чечне, и он как-то так отзывался, что, ну, понятно, что там такой сложный регион с традициями, типа, о чем вообще люди думают, типа, что они там живут, и почему вообще тебя это волнует. Вот. Я так... Меня это волнует, потому что я бисексуалка. Вот. В этот момент он там пошел за чаем, постоял там, подумал. Вот. Видимо, переварил, и какие-то там, какие-то сделал выводы, вообще про меня, и некоторое время это сохранялось. Потом память, ну, как будто обнулилась. То есть вот как, да, над хорошо проиллюстрировали девять шагов назад. То есть какое-то время эта мысль жила в голове, что там, у меня, возможно, отношение там с женщиной, потом она как-то, ну, забылась, наверное. Вот. И все по-новому, и все по-новому. То есть и я уже даже не понимаю эту тему. То есть несколько раз были какие-то камин-ауты, были попытки зайти в тему трансгендерности, но там отношение еще более такое стигматизированное, поэтому даже особо не обсуждаю. Вот. Ну, у меня были переживания о том, как буду реагировать на мою изменившуюся внешность. У меня были переживания перед началом гормональной терапии, что она как-то суперсильно изменится, но она изменилась не до такой степени, чтобы открыто мне что-то спрашивали. Поэтому живем как-то дальше. К сожалению, от ограниченных людей можно нередко услышать, что небинарность появилась только в последние годы. Это совершенно не так. На самом деле небинарные люди, хоть тогда они так и не назывались, существовали всегда, причем в самых разных культурах. Небинарные люди существовали действительно в огромном количестве культур, и во многих культурах продолжают существовать до сих пор. Это приколонизаторская Америка, это Океания, это Южно-Юго-Восточная Азия. Если мы говорим, например, об Океании, то на Гавайях третий гендер существовал и назывался Макху. Это были люди, которые чаще всего были АМАП-люди, assigned male at birth, но были довольно женственными в храмах, в которые не отпускали женщин, они исполняли роль богини в специальных культовых постановках. Если мы говорим обратно и перемещаемся, например, в Америку, то это то, что сейчас называется «two spirit people» или «с двумя душами». Это термин довольно современный, он зонтичный, ну, как бы он был придуман, чтобы заменить устаревший термин «бедраши». Но также есть во многих культурах Северной Америки было не три, даже а четыре гендера внутри системы. Вот. Все это, соответственно, изменилось с колонизацией. В Индии, если мы говорим, то мы можем говорить о хиджа, о людях, которые тоже считают «assigned male birth», и тоже связанная их жизнь с исполнением каких-то ритуалов, как для женщин, так и для мужчин. И опять-таки история с переходом к бинарной гендерной системе связана непосредственно с колонизацией. То есть те же самые хиджа были запрещены законом после 1860-го, если я не ошибаюсь, года. В Америке коренные американцы это считалось дикостью со стороны колонизаторов, и там тоже насаживалась вот эта вот цис-гетеронормативная система, цис-гетеронормативный патриархат. То же самое произошло на Гавайях, где слово «маху» теперь используется как пюратив, как ругательство по отношению к квир-людям. И это, конечно, большая проблема. Но факт остается фактом, что в огромном количестве культур существовали третий, четвертый гендеры. И да, это точно так же были социальные конструкты, потому что были какие-то общественные функции, были какие-то социальные роли предписанные этим людям. Но эта система не была бинарной изначально. Бинарность как биологический феномен, как биологический в кавычках, это тоже социальный конструкт, навязанный именно западным мышлением и западной гендерной письмологией, которая ставит во главу угла какое-то как бы естественно научное как бы знание. В действительности картинка намного штырье, интереснее, многоцветнее. Спасибо Ванечке за упоминание некоторых названий. Я тоже поделюсь некоторыми свидетельствами, которых я знаю. Я как-то заинтересовался, есть ли, были ли на территории нынешней России и на территории Центральной Азии и вообще Восточной Европы люди, которые так себя определяли. И мне удалось найти какую-то информацию. Например, словом супан называли шаманов или шаманов, которые жили на Чукотке. Вот. И помимо этого термина были другие слова, которые обозначали людей, не мужчин, не женщин. И там даже насчитывали, ну, исследователи насчитали семь гендеров. То есть не один, не два, не три, а даже семь. Гендеры заключались в том, что они как-то разделялись ролями, которые занимали в обществе. не только на Чукотке, но и восточной Сибири, в Северной Сибири, в Якутии. Вот. Также в XIX веке в России на территории Новгородской Ковтромской области люди с приписанным женским гендером, которые являлись гендерно-конфортными или маскулинными людьми, исполняли в обществе мужскую роль, их называли супарень. Также уже такая известная категория, как скоморохи, если я правильное мнение ставлю, уличные артисты, артистки, которые известны в восточно-савранской культуре и которые, в общем, были уличными артистами, они в том числе переодевались в одежду и противоположного гендера и как-то совершали какие-то празднования или просто выступали, в общем, как-то развлекали людей и к ним относились не очень хорошо, потому что они как-то были таким слоем общества, которое не особо одобрялось, особенно со стороны церкви. Упоминания о скоморохе известны с 11 века. Вот, также еще одна интересная идентичность, еще один гендер, это кое-чучи, это жительницы Камчатки. Если сейчас переводить на современный язык, то они были трансженщинами, трансоминными персонами на территории Камчатки. Эти люди с такой идентичностью жили в 18-19 веке, в начале 19 века, и они тоже исполняли женскую роль. Вот, и к разговору про людей, про коренное население и так далее, часто действительно люди третьего гендера или так далее, гендеров, они выполняли еще околорелигиозную работу, какую-то шаманскую работу. В общем, в этой среде это как будто было более распространено именно в отношении религиозной деятельности, которая не являлась православием, христианством. и про хиджуа уже Ванечка сказал, и про Северную Америку тоже. Еще в Албании в 19 веке, в 20 веке, также в Черногории, в Косово, блаткая социальная группа на русский переводится как крятвенные девственницы, там есть еще другие термины, это люди с приписанным женским гендером, которые взяли на себя мужскую социальную роль. В обществе это связывали в том числе со своими генными действиями, но не только, то есть люди так жили какую-то часть своей жизни, то есть принимали решение перейти, ну не перейти, в общем, исполнять роль мужского гендера и так жили свою в общем жизнь. Мои коллеги привели множество примеров и если обратить внимание, то практически везде речь идет про коренное население стран, которые были колонизированы, будь то Британской империи или Российской империи, как акторы вот этой колонизации и насаждение цис-нормативности, бинарных представлений о гендере, оно в том числе служило инструментом колонизации. Здесь, мне кажется, достаточно важно понимать то, что эти две системы угнетения, они достаточно плотно связаны. Также пока еще не очень много сказали о различных африканских племенах, где также можно сказать, что была небинарность, выражаясь вот этим современным языком, но опять-таки это язык не очень подходящий по сути, потому что это опять язык, современный западный язык определенный, иногда просто мы не можем, не очень подходящее это слово, нам сложно подобрать какое-то подходящее слово, поэтому мне кажется важным использовать самоназвания, которые использовались в традиционной культуре, или говорить о нецезгендерности в принципе, то есть о какой-то гендерной идентичности за пределами бинарности, за пределами цезгендерности, в частности одно из достаточно известных историй, это про племена Еруба, которые называются, это в Африке, и там совершенно, там как бы не было в принципе разделения какого-то на гендеры и роли, и не было какой-то маргинализации каких-либо сексуальных отношений, да, то есть, ну, условно, люди там заводили отношения по принципу того, что они нравятся друг другу, а не по принципу того, какие у кого гениталии, там, и только с колонизацией и всеми сопутствующими процессами возникло более сильное разделение на мужчин и женщин и насаждение вот такой бинарной гендерной системы, в том числе в социальных ролях, и это было инструментом колонизаторов, которые таким образом в том числе искали себе союзников среди местных людей с приписанным мужским полом, да, среди местных мужчин, потому что они таким образом как бы укрепляли свою власть, давая ее кусочки, определенной категории людей, и эта стратегия, она, если ретроспективно смотреть историю, это то, что достаточно часто применялось. Очень здорово, Слава, что ты рассказали про большое количество коренных людей, которые живут на территории нынешней России, здесь я еще могу добавить немного про так называемое распетушье, это термин, который используют поморы, и это термин, как и многие приведенные вами до этого, это термин, он не только про гендерную идентичность, он может быть и про сексуальную идентичность человека, и про какую-то гендерную некомфортность, в частности, так называли как негетеросексуальных мужчин, так и нецезгендерных людей, которые, опять-таки, исполняли в той или иной степени несколько иную социальную роль, чем характерно для их приписанного прирождения гендера, и свидетельства, в том числе фотографии о людях с такой идентичностью, они есть в том числе и из 20 века, и можно посчитать работы, исследователей, исследователи вот этой категории коренного населения, поморов, которые это все очень здорово описывают. И тут мы вплотную подходим к еще одной проблеме, связанной с небинарностью. Небинарные люди существуют очень и очень давно, но попробуйте вспомнить, в каких художественных произведениях вы встречали героев или героинь, которые идентифицируют себя как небинарные персоны. Это идентичность, которая, как мы видим на историческом процессе, стираема в социальных процессах, соответственно, в художественных произведениях стирание этой идентичности происходит еще гораздо легче и быстрее. В частности, например, готовясь к этому выпуску, я как-то ревизировала вообще, что там я смотрели, какие персонажи вызывали у меня подозрения, может быть, в гендер-квирности или радость в их присутствии, и я обратила внимание на то, что, например, в двух достаточно значимых для меня аниме, это цельнометаллический алхимик, один из переводов на русский язык, и Гуренлаган, есть канонические небинарные персонажи, это Лерон в Гуренлагане и Энви или Зависть в цельнометаллическом алхимике, при этом, например, что произошло, собственно, с этими персонажами, они считываются как слегка фрути мужчины, ну, то есть, особенно это оказывается в случае переводного материала, потому что, в частности, Энви, например, используют, я не знакома с японским языком, но, по крайней мере, в версии перевода на английский соответствующим местоимением было бы they, но в большинстве переводов или в том числе переозвучек местоимение, которое они используют, просто возвращается к он или he, да, при том, что по персонажу заметно, что они так или иначе квир-кодированы, найти какое-то подтверждение тому, что персонажи так и задумывались, да, например, с небинарной гендер-эконометичностью может быть сложно, и также у Лерона, вот существует цитата о том, где он говорит, что он и одновременно, и мужчина, и женщина, и ни мужчина, ни женщина при этом тоже, то есть, мы можем находить подтверждение тому, что в каноне те или иные персонажи являются небинарными, но это может быть даже сложно обнаружить, когда ты вспоминаешь о том, что ты их видели, если это не является одним из важных сюжетов арки персонажа, их поиск гендерной идентичности или открытая презентация как небинарного человека, то, что мы можем сейчас чаще всего видеть на Нетфликсе, например, мы запоминаем просто небинарных персонажей, потому что часто их целью появления становится репрезентация одной из целей их появления на экране, но вообще, конечно же, мы можем обнаруживать, так же, как и в жизни и в истории, персонажи, которые просто были неизвестны нам как небинарные до этого, или может быть, потому что не было языка, чтобы их так обоихнать или потому что мы даже не обращали внимание на то, что они говорят о себе какие-то вещи, которые могут заставить нас задуматься о том, что их гендерная идентичность, если бы они пользовались похожим на наш язык, могла бы войти в небинарный спектр, и, ну, то есть, это одна из проблем, которые мне видится, в принципе, в небинарной репрезентации, это ее, ну, невидимость, и, конечно, ну, есть еще проблема, связанная с различными привязками к тому, чем является или не является небинарность, это сцепка с андрогинной внешностью, а у андрогинности в свою очередь есть сцепка с более мускулинной на самом деле внешностью, чем феминной, это сцепка с белым цветом кожи чаще, худобой. Я тут полностью солидаризируюсь с Над, что, скорее всего, она была всегда, просто нас потом научили гендерировать, в том числе, какие-то старые, да, там, произведения, даже обращаясь к каким-то фольклорным произведениям, там есть огромное количество персонажей, которые, если смотреть сугубо на текст, никак не гендерированы, но нас в детстве научили их гендерировать. А теперь пришло время записывать, ну, или запоминать, кому как удобнее, название сериалов, книг и мультфильмов, где можно увидеть небинарных героев и героинь. Дом совы просто, конечно, заставил меня порадоваться жизни, в принципе. Я не знаю, как бы сложилась моя жизнь, если бы у меня был такой мультфильм в детстве. Также, если говорить об игровых сериалах, мой фаворит это Feel Good, сериал, который написали небинарный камикез Мэй Мартин, и он такой автофикшеновый, то есть персонаж внутри сериала проходит в том числе гендерный поиск. Ну, наверное, из моих любимых персонажей это, так сказать, начиная со старшей и младшей Эдды, Трикстер Локи, который даже в оригинале имеет ряд телесных превращений, выполняет очень разнообразные гендерные роли, и вообще, если посмотреть на кодинг вот таких персонажей Трикстеров, то они часто имеют какие-то проявления как минимум гендерфлюидности, говоря современным каким-то языком, и обращаясь к этому образу, например, я бы рекомендовала конечно Мстители там и все такое это хорошо, но там к сожалению совершенно эти моменты именно касательно гендерной идентичности во многом смазаны, я имею ввиду экранизации, в комиксах чуть-чуть получше, но мне вот очень нравится сериал Рагнарёк, он, если я не ошибаюсь, норвежского производства, и там есть, ну, тоже, скажем так, Локи, персонаж, которого зовут Лаурец, и он вполне себе гендерквирный и с элементами небинарности и гендерфлюидности, и сам по себе сериал достаточно интересный, и это такая скандинавская мифология, с одной стороны, в не набившей оскомину упаковке, но, с другой стороны, без очень сильного упрощения, свойственного для голливудских экранизаций. еще на кого можно, на мой взгляд, обратить внимание, есть такой мультсериал, который, в принципе, классика, там, квирных мультсериалов, называется Стивен Юниверс, вселенная Стивена, и там есть канонично определенные небинарные персонажи, например, слияние Стивена и Конни Стивони, это канонично небинарный интерсекс персонаж, есть человек небинарный, его продолжение вселенной Стивена, кажется, их Шеп зовут, вот, но если посмотреть, в принципе, на все персонажи самоцветы из этой вселенной, то они, в общем-то, все являются очевидно за пределами каких-то бинарных представлений о мужском и женском, хотя они визуализированы скорее феминно, чем нет, но, тем не менее, мы видим, что они достаточно сильно не вписываются вообще в какие-то, да, там, человеческие представления о феминном маскулинном и в этом плане этот сериал был для меня очень поддерживающим, к сожалению, я тоже смотрела его в детском, не в детском возрасте, да, уже во взрослом, думаю, если бы его встретили в детском возрасте, то это, наверное, был бы мой очень любимый сериал и, что мне кажется достаточно важным создатель этого сериала, это тоже небинарный человек, кроме того, есть такой сериал Netflix косовский, его, кажется, перевели как «Принц драконов», наверное, его перевели, там есть прямо каноничный небинарный эльф, персонажи зовут Кази, используют мистемение, а не их, к сожалению, очень эпизодический персонаж, но тоже приятно порадовал, когда смотрели это. Еще, опять-таки, из какой-то классики квир-мультсериалов, это «Дабл Трабл» из «Ширы», используют в оригинале местоимения «They и Them», и, ну, я, собственно, это одна из причин, почему я очень рекомендую смотреть по возможности в оригинале, да, там, может быть, с субтитрами такие произведения, потому что, к сожалению, при локализации на русский язык это часто стирается, это тоже к вопросам о стирании каких-то небинарных персонажей, персонажей, персонажекс, потому что при переводе часто переводят некорректно, в том числе и по причинам просто незнания и злоумышленных действий в соответствии современным законодательствам, вот, и, наверное, еще мы же ждем в июле второй сезон «Благих знамений» «Гудоменс», сериал по книге, сериал по книге Геймана и Пратчета, и там ангелы и демоны канонично являются небинарными персонажами, уже комментарий получен от одного из авторов ныне живого Геймана о том, что ангелы и демоны это не мужчины и не женщины, они ангелы и демоны, и, соответственно, два центральных персонажа, имеющие особые квир-платонические отношения между собой, они являются, по сути, небинарными персонажами за пределами бинарности. Вот в частности мы говорили про длящиеся каминг-ауты родителям, и при ревизии тоже всяких сериалов при подготовке к этому выпуску я узнали, что один из любимых сериалов современных моего отца «Миллиарды» содержит среди, как я понимаю, одних из основных персонажей, небинарную персону. Я не смотрел этот сериал, но теперь это просто моя дальнейшая стратегия каминг-аутирования. Я обязательно посмотрю и зайду через это в разговор с своим отцом, реакция которого на мой первый не цисгендерный каминг-аут была. Я старый человек, можно я не буду в этом разбираться? как раз про сериал «Миллиарды». Очень здорово, что ты его упомянули, я его смотрел, я вот посмотрел, когда он вышел в шестнадцатом году, я думаю, смотрел его позже, но я помню, что меня очень-очень-очень сильно впечатлило, но я бы радовала, что там есть небинарный персонаж, и не проходной, а задействованный в основном сюжете. Я вспомнил, что я в детстве смотрел «Сейлор Мун», и, как я уже потом понял, там были, можно сказать, небинарные персонажи не в первом сезоне, а в каком-то там, не знаю, третьем-четвертом звездное трио «Сейлор Мун», какие-то новые персонажи, которые в обычной жизни были участниками айдол-группы и выглядели как молодые люди, а когда они превращались во воинов-воительниц, они выглядели как девушки. И тогда меня, в общем-то, никаких вопросов это не вызвало, я, наверное, вообще просто особо ничего не понял. Но там присутствовала линия отношений между девушками, и она тогда мне точно запомнилась, то есть какая-то репрезентация она как-то очень-очень поддерживала, и даже если не было примеров вокруг, или какие-то были осуждения, какие-то комментарии там со стороны взрослых, такие насмешливые, то всё-таки в голове осталось, что вот был какой-то мультик, Sailor Moon мультик, и там вот были классные персонажи. Вот, потом ещё оказалось, оказывается, что они прям канонично, и в манге люди в разных ситуациях, разного гендера, очень круто. прежде чем нам стали писать комментарии, что это всё западные, ну или как в данном случае, восточные фильмы и мультики нас запропагандировали в детстве, я вспомнила про своего, типа, любимый персонаж из каких-то детских советских мультфильмов, это, конечно же, маленькая разбойница из истории про Каи и Герду, которая, ну как минимум, воспринимается как достаточно гендерно некомформная девушка там, вот, поэтому, если кто-то будет говорить про пропаганду, нас запропагандировали советские мультфильмы, или, например, мультфильм про Чебурашку, где, когда Чебурашку спрашивают, какого он гендера, он говорит о том, что он Чебурашка, он не мальчик и не девочка, он Чебурашка. И мне хотелось чуть-чуть докинуть, мы говорим в основном про фильмы, мультфильмы, сериалы, но чуть-чуть про книги, извините, я, как всегда, о своём. Вот из последнего, что я читала, и что мне прям очень понравилось, это графический роман авторка Малин Нурд, и роман называется Никки. Там центральная героиня, это девушка недетеросексуальная, которая находится в каких-то этапах осознания, принятия себя, и важный момент, мы сегодня говорили уже, и мои коллеги тоже затрагивали, про то, что есть определённые представления о нормативности тел, которые в том числе переносят и на небинарных людей, то есть человек никакого гендера не свободен от каких-то лукистских взглядов, и очень важна действительно какая-то репрезентация людей разного телосложения цвета, кожи, с наличием инвалидности, нейроотличных и так далее, потому что действительно нужен противовес какому-то вот этому массовому производству очень однотипных небинарных персонажек, персонажей, которые все худые, как правило светлокожие, как правило андрогинные действительно с переносом в некую мускулинность и как правило использующие местоимения они такое тоже есть, если какая-то корпорация хочет внедрить для репрезентации, конечно, это важно, но тем не менее неглубоко проработанного персонажа, то это будет такой стандартизированный вариант. Соответственно, вот что мне понравилось в этой книге, там главная героиня это толстая девушка и центральная фабула всего сюжета про то, как она живет со своей телесностью и выстраивает отношения со своей телесностью внутри себя с новыми партнерикс и с в родительской семье, потому что там достаточно лукистские и фатшейминговые взгляды на нее, и собственно вот их новые партнерикс это как раз и есть небинарный персонаж, который тоже является толстым человеком with disabilities с инвалидностью и мне прям вот это было как-то очень радостно читать, очень действительно репрезентативно поддерживающе, мне кажется, было бы для человека абсолютно любого гендера важно почитать про это и забегая в последний вагон очень классно, когда исполняют, играют, пишут и так далее про небинарных людей, тоже небинарные люди, потому что это как правило и с точки зрения достоверности и какой-то этики в отношении того, что вообще-то есть небинарные актеры и почему бы актеры, актрисы, почему бы им не играть собственно небинарных людей и собственно здесь вот очень порадовал за последнее время камин-аут Беллы Рамси, это актриса, использует мистемение она-они, насколько я помню сейчас, которая играла, ну я думаю, как и многие, я впервые ее видела в Игре Престолов, один, кстати, из моих любимых там персонажей, и она же играла в последнем достаточно популярном сериале, который по игре вот этот Last of Us и этот человек, который себя открыто позиционирует как небинарный На этом все. Если вам понравился этот подкаст, поставьте ему лайк, поделитесь им в соцсетях и расскажите знакомым. Подписывайтесь на соцсети кинофестиваля Букобок, кстати, там нам можно написать подкаст, на какую тему вы хотите услышать. Берегите себя! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok